Всем привет, ребята, с вами Столл Эдисон. Добро пожаловать, наконец-таки, в мою вторую часть влога с Португалией. В Португалию я катался в середине декабря, а сейчас уже почти конец февраля. Да. Если вы задаетесь вопросом, почему так поздно вышел этот влог, то, ребята, вот тут, где-то вот тут, я оставлю подсказочку на мой прошлый ролик, где я объяснял, какая же у меня была депрессуха всю эту осень, начало зимы. Вы себе даже не представляете. Посмотрите этот ролик, если вам интересно, и также можете посмотреть первую часть моего влога. Ссылочка на которую находится в описании. В чем проблема, то, что я с Португалией Жеки привез небольшой сувенирчик, в честь выхода новых Звездных войн. В декабре ему это привез. А тут уже март почти. Я до сих пор ему это не дал. Поэтому я все же решил, что наконец-то нужно выпустить эту проклятую вторую часть влога, потому что она реально слишком затянулась. Я надеюсь, что она вам понравится. В первую очередь, ребята, подпишитесь на этот канал, если вам интересно. И также, как я объяснял в прошлом же ролике, то что я в будущем, в ближайшее время, буду активно заниматься вот этим вторым каналом. Поэтому обязательно подписывайтесь, если хотите новые ролики, и ставьте лайкусик, если хотите видеть хотя бы по одному ролику в неделю. А мы с вами будем начинать. Единственное, что меня бесит в этой стране, в этой Португалии, это сраная погода, потому что это жесть какая-то. Вы понимаете, то что, в принципе, я могу сказать, когда я тут жил, я видел дождь, ну, практически раз в полгода, потому что дождь тут очень редкое явление. Заткнись. Что тут уже горит? Что тут уже горит про снег? Снега тут, в принципе, вообще нет. Но, 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 сегодня прям, мать его, фантастика какая-то. Частное слово. Тут есть прям такие аномальные зоны. Ты заезжаешь в одну зону, и там просто дождь настолько хреначит, то что, можешь сказать потом, я ни хрена не вижу. Дворники не помогают. Сто процентов нужно заезжать на какую-то заправку, потому что сейчас спрежешься на что-то. Я заезжаю на заправку. Как только я заехал на заправку, через две минуты, чистое небо, ни единой капельки, ни хрена просто нет. Шарище. Сажусь в машину, выезжаю с заправки, проезжаю пять километров, опять ливень. Охренеть. Заезжаю опять на заправку. И так по кругу. То есть, тут такие аномальные зоны. В одной зоне есть какая-то огромная туча, где просто ливень. Проезжаешь километр, жарища. Заезжаешь еще в одну зону, ливень. Проезжаешь километр, жарища. Ливень, жарища, ливень, жарища, ливень, жарища. Единственное, что меня бесит в Португалии, это вот эта сраная погода. И я никак с ней просто не могу смириться. Но, чтобы вы знали, у меня сейчас сколько? У меня сейчас времени пол шестого вечера. Я сейчас на самом-самом-самом-самом севере Португалии, где холоднее, чем во всех других регионах этой страны. И сейчас у меня 10 градусов тепла. Пол шестого вечера. Как видите, уже, ну, вам еще не особо видно, но уже темно на улице. Я сейчас еду на самый юг, где я живу, и мне туда ехать, сколько мне туда еще ехать? 3 часа 15 минут. Вот там где-то 16-17 градусов. И я записываю вот этот момент из влога. Какой сегодня число? 11 декабря. То есть тут на Новый Год, ну, примерно 10 градусов тепла. Да. Всем хеллоу, с вами снова Эдичка. Я умираю, я умираю. Я уже так засыпаю, что это с ума, боже, сойти. Я заехал на заправку, чтобы просто полежать. Понимаете, жесть просто. Жопа, жопа. Просыпайся, просыпайся. Все, поехали. Пахать дальше. И после моего длительного путешествия в другой конец страны, я вернулся домой, где меня, конечно же, уже ждала моя собачура Люся. Моя старая комната с золотой серебряной кнопкой, которую я так до сих пор не перевез в Питер. Поэтому я решил вам показать, как же я жил в Португалии, какая у меня там была комната. И чтобы вы просто посмотрели, сравнили мою прошлую комнату и теперешнюю в Питере. Музыка. 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 Также моя мама сказала, что пока меня не было в Португалии, мне на хату пришла какая-то странная книженция, в которой записаны все каналы-миллионники по всему миру. И там был я. В этой книжке есть одна страница, которая полностью посвящена мне. Там написано, когда я выложил первый ролик, когда я набрал 100 тысяч подписчиков, когда я получил серебряную кнопку, когда у меня первый ролик набрал 1 миллион, когда я получил золотую кнопку и весь мой творческий путь до сих пор. Я ее также не взял в Питер, но когда-нибудь я весь этот хлам сюда обязательно перевезу. Или уже не в Питер, а в какой-то другой город. И, конечно же, я также не мог забыть про кнопку, которую я получил за второй канал. За то, что вы сюда, ребята, подписываетесь и смотрите мои вот эти нетовлоги. Спасибо вам за это огромное. Вот и подошла к концу моя поездка в Португалию. Сегодня последний день, когда я тут нахожусь. И самолет у меня завтра утром. То есть вообще прям утром. Мне нужно еще будет поехать в Лиссабон оставить машину. И только после этого я сажусь в самолет и отправляюсь в Мадрид. Потом в Мадриде 6 часов пересадка отправляюсь в Москву. Потом из Москвы. Короче, до хрена опять пересадок. До хрена опять терпеть всего. И до хрена нервов на это уйдет. Люблю записывать влоги, но не всегда есть возможность. Потому что я целыми днями просто в дороге. Я катаюсь на машине и просто получаю от этого удовольствие, как вы уже поняли. Но, ребята, сегодня последний день, когда я нахожусь в Португалии. Я также сегодня решил просто покататься и больше ничего не делать. Получил ли я удовольствие от этой поездки? Получил. Но получил бы я его больше, если бы я был не один, а допустим с тем же Жекой. Потому что когда один катаешься, не то. Но я хотя бы немного побылся со своими родителями. Не так много, как хотелось. Но потому что они тоже работают. И они не могут со мной кататься целыми днями. Но все же я хотя бы их увидел. И это меня уже радует. В следующий раз постараюсь сюда приехать не один и провести время еще лучше. Но, как я вам сказал только что и сказал в начале этого влога, я побыл один, наедине со своими мыслями. И тоже многое понял, многое осознал. Как бы это как-то пафосно и банально не звучало. Но на самом деле это так. Сейчас я опять сажусь в машину и просто еду куда-то. Вечером нужно уже быть дома, попрощаться с родителями и собирать манатки. И выезжать в аэропорт. Я тут и был вроде 4 или 5 дней. Но время пролетело довольно-таки быстро. Хотя изначально думал, что оно будет очень тянуться. Ладно. Пошел я в машину. И... В путь. Снова. Мамочки, мамочки. Мама миа пампалалье, как говорится. Не зря я сюда зашел, в эту зону. Рай для геймера. Все, что тебе нужно, можно найти вот тут. Я себе беру вот этот стол. Кресло. Хотя компьютер мне не нужен. Компункер у меня и так нормальный. Но кому нужен, забирайте. Забирайте. Что еще делать в последний день? Как не ходить по магазам? Футбол мотив. Это ж португальцы сраные. Они без футбола жить не могут. У них все сны. А в футболе они, когда сидят на толчке, про футбол разговаривают. Это просто рай для Жеки. Мне кажется, стоит ему купить Кайло Рена. Хоть он его и не любит, но в честь выхода новых звездных войн, мне кажется, он будет рад. Поэтому, Жека, это для тебя. Это тебе подарочек с Португалией. Ну что, вот и подошла к концу моя поездка в Португалию. Нужно пожрать на дорожку, поехать домой, собрать вещички, попрощаться с Люсей, попрощаться с моей комнатой и отправляться обратно в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok